Привет! На этой неделе прошел форум Интернет-экономика, на который к 11 часам должен был прийти Владимир Путин, но опоздал и все ждали его в аудитории несколько часов. Заметьте, это интернет-форум, я думаю, что последний раз присутствующие столько ждали еще во времена диалаб-модемов, потому что интернет сейчас это скорость, актуальность, современность, а президент у нас Владимир Путин. Не то чтобы он опоздал, просто он находится в другой временной плоскости. Но к чести президента во второй половине дня он все-таки ненадолго появился, поэтому можно сказать, что Путин как первый секс пришел ближе к 16 и всего на 5 минут. Но зато за 5-минутное выступление он постарался назвать столько цифр, сколько вообще можно сказать за такое короткое время. Два с половиной года работы, 80 миллионов, 172 миллиона, 16 процентов, больше третий, 6 миллиардов, 300 раз. Кроме того, в ходе своего выступления Путин успел сказать, что у него теперь есть новый советник, советник по интернету, он же старший эксперт по мемам Герман Клименко. И именно новый советник поможет Путину составить следующее послание федеральному собранию из одних эмодзи. Вообще надо, чтобы кто-нибудь сказал Путину, что в 2015 году советник по интернету звучит как советник по кофеварке, буквально умывальников начальник и мочало командир. А Герман Клименко, кстати, это владелец компании Live Internet, популярного сервиса статистики и непопулярного сервиса дневников. Live Internet в свое время пытался импортозаместить живой журнал, а когда ему это удалось, оказалось, что это потому, что ЖЖ на тот момент уже пару лет как умер. Кстати, закономерно, что этот самый советник по интернету Путину понадобился как раз после большой ежегодной пресс-конференции. Там президент понял, что на большую часть вопросов он мог отвечать просто лол, это сильно сэкономило бы время. Ну и, несомненно, одна из основных задач советника президента по интернету – научить уже Путина обходить блокировку рутрекера. Кстати, Роскомнадзор на этой неделе заявил, что 95% пользователей интернета понятия не имеют, как обходить блокировки сайтов. В общем-то, к заявлениям Роскомнадзора нужно относиться осторожно, ведь это ребята, которые каждый день просматривают гигабайты детского порно. Их психика может быть неустойчивой. Вообще, каждый раз, когда вы начинаете думать о том, что у вас плохая работа, вспоминайте о людях в Роскомнадзоре, которые круглыми сутками занимаются тем, что определяют возраст персонажей хентая и блокируют тех, кому там нет 18. Это на самом деле очень смешно, это уникальные люди, которые могут определить паспортные данные у нарисованного человека. Кстати, допускаю, что заявление Роскомнадзора о невозможности для большинства людей обойти их блокировку возникло из предположения, что 95% людей идиоты. Но надеюсь, что на самом деле Роскомнадзор на нашей стороне. Просто мы делаем вид, что не можем обойти их запреты, а они делают вид, что в это верят. Все выигрыши. Мы качаем очередной сериал, а они получают премии. Кстати, о премиях и зарплатах. На этой неделе выяснилось, что после снижения зарплат у работников Министерства промышленности и торговли на 10%, их зарплата выросла на 38%. Потому что есть в России примета, любой закон или указ президента автоматически повышает зарплату чиновников и цену на бензин. С другой стороны, должен же расти хоть какой-нибудь показатель, если промышленность падает, а на всю торговлю у нас санкции. Так пусть хоть зарплата растет. Правда, говорят, что во всем виноват Минфин, а с него спрос небольшой, потому что в Министерстве финансов России люди круглыми сутками пьют волокордин и обновляют графики курсов валют под стоны Силуанова. Потому что Силуанов это единственный человек в правительстве, который хоть и говорит о том, что все в экономике будет хорошо, но в глазах которого отчетливо читается фраза «Вам капец». И напоследок я расскажу историю, которая не могла произойти, потому что такого не бывает. Но она произошла, потому что в России бывает все. Министерство иностранных дел России в рамках каких-то ответных санкций лишило одного польского журналиста аккредитации. Он расстроился, сказал, что придется ехать домой, но попросил МИД позаботиться о своей кошке. После чего МИД на своей официальной странице в Фейсбуке выкатывает статью, где намекает, черт возьми, на любовной связи журналиста со своей кошкой. Кошка Мася прожила с хозяином с 2009 года и наверняка планировала на определенном этапе стать паней Марысей. Ох уж эти доверчивые русские кошки. Обидно, если Родзинович в качестве причины расставания назовет своей кошке Мася лишение его аккредитации. Ведь Мася была не сиюминутным увлечением, а музой журналиста. Это официальная страница Министерства иностранных дел Российской Федерации. Вот то есть этот Лавров, переговоры в большой восьмерке, вето в Совете Безопасности ООН, геополитические амбиции и абсолютно гопнический юмор о кошке журналиста. И вот какие здесь шутки, когда государство выглядит как клоун. Наверное и правда всем этим ребятам нужен советник по интернету. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайся на наш канал. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин